Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Вовсю идет подготовка к праздничному шествию на 90-летие Ленинского района. Хочется, чтобы все в районе знали, увидели друг друга в этом шествии, подружились, пообщались. Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципалитета. В целом, вот данное мероприятие, это порядка 20 миллионов рублей, нам позволяет оказывать помощь фактически 250 медицинским сотрудникам. Продолжаем знакомство с претендентами на премию «Наша Подмосковья». Парки делают. Лечебные парки. То есть для будущего поколения сажаются грецкие орехи. В эти дни все готовятся к празднованию 90-летия Ленинского района и Московской области. Торжественные мероприятия пройдут уже в субботу, 14 сентября. В частности, шествие трудовых коллективов. Кто примет в нем участие, как формируются колонны и чего ожидать от праздника, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Буквально через несколько дней здесь, на улице Заводской, начнется торжественное шествие трудовых коллективов Ленинского округа. 50 колонн. Всего в них будет более 4,5 тысяч человек. В числе делегаций – сотрудники школ, детских садов, медицинских учреждений, общественных объединений, заводов, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа. Есть и новые колонны. Представители торгово-промышленной палаты, муниципалитетов, шествий примут участие впервые. Около 150 предпринимателей из разных областей бизнеса. Идея формирования такой колонны, она пришла достаточно неожиданно. Еще в 2017 году, когда мы отмечали День города и была такая же праздничная демонстрация, мы отметили для себя, что нет колонны предпринимателей. Поэтому идея родилась давно, и вот только сейчас мы можем ее воплотить в жизнь. Если погода нас не подведет, то я надеюсь, что и жители района, и предприниматели района хорошо проведут время, получат массу удовольствия от мероприятий. Также в рамках Дня района члены торгово-промышленной палаты на стадионе «Металлург» организуют ярмарку вакансий, где будут представлены более 20 организаций и 100 рабочих мест. Внушительную колонну сформировали медработники – около 200 человек. Сотрудники детской и взрослой поликлиник, амбулатория округа, больницы. Мы отмечаем 90-летие нашего района. Практически столько же лет в нашей больнице существование. Поэтому здесь можно это расценивать как неотъемлемое взаимодействие медицины, здравоохранения в Ленинском районе, прямо с начала его образования и формирования. Хочется, чтобы все в районе знали, увидели друг друга в этом шествии, подружились, пообщались и разделили вот такую большую радость. В шествии идут целыми семьями. Это давняя славная традиция. Многие стараются украсить свои колонны яркими шарами и цветами. Представители учреждений надевают одежду и кепки с логотипами предприятий. Так в этом году поступят и сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. В их колонне порядка 300 человек. Уже сейчас праздничное настроение, я считаю, что передается всем жителям. Очень активно участвуют все в этом. И люди зарядились некой такой энергией, как в рамках подготовки к зиме, собственно говоря, так и в рамках подготовки к 90-летию Ленинского района. Все-таки цифра такая округлая, боезначимая. И, безусловно, мы в этом участвуем. Колонны участников торжественного шествия начнут двигаться в 11.00. Посмотреть на это красочное событие могут все желающие. Далее празднование 90-летия Ленинского района и Московской области продолжится на стадионе «Металлург». В здании администрации муниципалитета прошло 38-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На повестке дня, помимо вопросов, касающихся хозяйственной и финансовой деятельности муниципалитета, рассматривался перечень мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского района. Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Он отметил, что хотя полномочия в области здравоохранения переданы в ведение руководства Подмосковья, местная администрация продолжает реализовывать мероприятия по поддержке медицинских работников. Пять направлений – это поддержка молодых специалистов, это оплата проездом, это доплата, в том числе, вы все прекрасно помните, амбулаторий Горки Ленинского, это в том числе поддержка у нас по аренде жилья и в том числе компенсация по медицинскому работнику подживающих в общежитии. В целом, вот данные мероприятия, это порядка 20 миллионов рублей, нам позволяют оказывать помощь фактически 250 медицинским сотрудникам. После детального рассмотрения вопрос был вынесен на голосование. За утверждение перечня депутаты проголосовали единогласно. Также Дмитрий Волков вынес на утверждение депутатов перечень категорий граждан, организаций и размеров выплат по мерам социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2020 год. Здесь у нас четыре направления оказания соответствующей помощи. Это честные юбилеи, семейный пар, доплатка в пенсии неработающих пенсионеров, бывших работников муниципальных и государственных учреждений образования, здравоохранения культуры и спорта Ленинского района, субсидии из бюджета Ленинского района социально-ориентирования и коммерческих и, соответственно, льготное лекарственное обезвечение отдельных категорий граждан. Также охват будет более 300 человек. Дмитрий Волков также отметил, что в рамках данного перечня отдельным категориям неработающих пенсионеров будут увеличены доплаты. А в систему обеспечения лекарствами планируется внести изменения, которые позволят бесперебойно снабжать больных необходимыми медикаментами. Реализацию этого перечня депутаты также поддержали единогласно. Продолжаем знакомить вас с претендентами на губернаторскую премию «Наши Подмосковья» от Ленинского района. Андрей Букин – эколог, садовник и ландшафтный дизайнер, представил на суд жюри проект «Сада здоровья», состоящего из деревьев зимостойкого грецкого ореха. Чем так примечательны именно эти растения, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Эколог Андрей Букин занялся выращиванием и селекцией грецкого ореха еще в 90-е. Ездил по экспедициям, привозил разные саженцы, скрещивал, экспериментировал. Южное растение никак не хотело плодоносить в наших краях. В итоге Андрею Николаевичу все же удалось вывести несколько разновидностей зимостойких грецких орехов. Сейчас деревья сортов Подмосковья, Татьяна и Ленинец, растут в его саду в деревне Калиновка. «Они выставлялись в Институте садоводства. Есть диплом, есть сертификат, а есть грамота. Даже за это первое место в Институте садоводства получил в номинации как раз «Хлеб будущего». Разводить эти деревья Андрей Букин начал из-за их полезных свойств. Вещества, которые выделяют кора и листья грецкого ореха, как уверяет эколог, прекрасно очищают дыхательные пути, благотворно влияют на нервную систему и оздоравливают организм в целом. Плод грецкого ореха богат йодом и очень питателен. Питательнее мяса в пять раз. Не зря он входит в обязательное меню космонавтов и спортсменов. Еще Иван Мичурин называл грецкие орехи «хлебом будущего». Такие деревья живут в среднем 500 лет. И с каждого взрослого дерева можно собрать 300, а то и 500 килограмм орехов ежегодно. Чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе, Андрей Букин почти все орехи пускает на саженцы, мечтая создать лечебные сады в Ленинском районе, а затем по всему Подмосковью. Именно с таким проектом он решил участвовать в губернаторской премии. Большое количество деревьев – это 200-500 грецких орехов, чтобы большая концентрация была лечебного воздуха и доступность для жителей. То есть, чтобы в любое время жители могли бы пойти и погулять по этому лечебному саду. Уже сейчас Андрей Букин высаживает аналогичный сад здоровья на нескольких гектарах собственной земли в Тарусе. Но хотел бы помочь природе и в родном муниципалитете. Очень много вредителей. Раньше боролись химией, то есть опрыскивали. Сегодня этого не происходит. И даже по нашему городу, я думаю, ситуация примерно одинаковая в Подмосковье. Деревья, те, которые росли 100-200 лет, к примеру, липа по нашим, заводской и прочее, если сейчас пройти, они без листвы, они гибнут. Кроме того, с помощью грецких орехов Андрей Букин предлагает решить и проблему мусорных полигонов. Парки делают. Лечебные парки. То есть для будущего поколения сажаются грецкие орехи невероятно длинные коренью. У маленького саженца в 3-4 раза длиннее корень. То есть он протыкает, оттуда выходят газы, тут же они как бы не испаряются, а уничтожаются. И вот этот лечебный, он поглощает те газы. То есть через 20 лет из помойки превращается замечательная ореховая роща. Грецкий орех неприхотлив и практически неподвержен заболеваниям. Вредители его не любят, поэтому, уверяет эколог, он сможет произрастать даже на мусорных свалках, присыпанных небольшим слоем почвы. Единственное, ему требуется много пространства. На одной сотке могут располагаться не более двух деревьев. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Развилковской библиотеке для юных художников состоялся творческий мастер-класс «Мой край родной». Дети попробовали написать пейзаж по всем канонам живописного искусства. Перед тем, как подготовить краски и взять в руки кисточки, дети приняли участие в краеведческой викторине. Все вопросы так или иначе касались родного края, Ленинского района и поселка Развилка. Поэтому все ребята легко отвечали на вопросы. А после началась творческая часть мероприятия. Мы проводим сегодня мастер-класс в честь дня празднования 90-летия Ленинского муниципального района. И он посвящен празднованию этому дню. Мы рисуем березу, как символ России. Рисуем с детками акварелью и с добавлением гуаши. Мазок за мазком. Неспешно, как и требует любой вид искусства, результат был достигнут. У каждой юной художницы свои методы подготовки к созданию пейзажа. Диана Смирнова увлекается рисованием 4 года. Правда, раньше предпочитала природе изображения животного мира. Я люблю рисовать динозавров. Я вообще всех динозавров знаю. И я всегда их рисую. Теперь же в коллекции рисунков каждого участника мастер-класса появится и изображение русских березок, которые символизируют нашу Россию и все то родное, что близко каждому из нас с детства. В Центральной библиотеке состоялась презентация книги с необычным названием «Слово лодочки». Писательница Юлия Пчелинцева, победительница конкурса «Леди бизнес» Ленинского района, познакомила со своим авторским курсом обучения чтению детей до 8 лет и ответила на все интересующие вопросы. Анастасия Воронина расскажет подробнее. На презентацию книги победительницы районного конкурса «Леди бизнес» 2019 Юлии Пчелинцевой собрались мамы, заинтересованные легким обучением своих детей чтению. Идея создания книги «Слово лодочки» пришла нашей героине после того, как она уже будучи педагогом, столкнулась с проблемой обучения маленького ребенка чтению. Юлия Пчелинцева прочитала много статей, посмотрела разные видеоуроки, изучила все существующие методики, разобралась в самых частых совершаемых ошибках родителей при обучении, взвесила все «за» и «против» и в итоге решила создать свой авторский курс чтения. Так и появилась ее книга «Теперь незаменимый помощник всех мам». Слово лодочки, ну это, скорее всего, связано с теми лодочками, которые у нас здесь присутствуют, потому что все необычное и все сказочное нам нужно для того, чтобы научиться читать. Вот они лодочки, вот они капельки, и насколько детям это интересно, настолько же им становится и понятно. С помощью волшебных словолодочек дети изучают буквы, звуки, складывают их в слоги и отрабатывают навыки чтения. В этой книге мало скучной теории, а много интересной практики и красочных картинок. Юлия Пчелинцева наглядно показала, как пользоваться ее личной методикой и как процесс обучения превратить в самое любимое занятие для каждого ребенка. Смотрите, пожалуйста, он знает, что такое капельки, он знает, что такое лодочки. То есть получается у нас большая капелька гласная «У-У-У-О» и коротенькая «У-У». В 2017 году Юлия Пчелинцева создала свой детский центр «Пчелиандрия», в котором она обучает мальчишек и девчонок чтению и развивает у них память. А для мам и педагогов со всего мира на онлайн-уроках школы «Мама-Знайка» писательница рассказывает много полезных вещей и дает необходимые советы. Все без исключения, кому когда-либо удалось позаниматься с автором книги «Словолодочки», остались довольны результатом. Новая методика образования слова «лодочки» вовлекла сына 100%. Это было занятно, интересно. Он на занятия бежит с таким огромным удовольствием. Ему это интересно, ему это нравится. Полина Мельникова услышала об интересной методике Юлии Пчелинцевой впервые и пришла на встречу с писательницей ради своей подрастающей дочки, у которой появился большой интерес к чтению. Я надеюсь, что по авторской методике Юлии Пчелинцевой у нас дело пойдет в гору. Ребенка она заинтересует, покажется интересной, потому что все-таки она создана специально для маленьких детей. Она вся очень яркая, красочная, сказочная. Я надеюсь, что мы научимся читать, и чтение будет приносить удовольствие. В завершении мероприятия слушатели задали писательницы, интересующие их вопросы, а на память о встрече Юлия Пчелинцева подарила всем свою авторскую книгу с персональным автографом. Моей вдохновляющей музеи «Феечки» от автора с наилучшими пожеланиями легкого чтения в удовольствие от Юлии Александровны. Писательница не останавливается на достигнутом. Уже совсем скоро она представит Ленинский район на подмосковном конкурсе «Леди бизнес-2019». Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго. Увидимся.